В домах стало очень холодно. Не только за рейсовые части города, которые в этом году присоединили к своим сетям, но также жители левобережной части города. Хотелось бы узнать, у вас не хватает мощности на ТЭЦ, либо какие-то другие причины, почему раньше или в домах что-то произошло, то есть что-то управляющие компании сделали, почему у людей сейчас холодно. Проблема тепла, вернее не совсем комфортной температуры в квартирах в этом году стала как никогда актуальной. Многих жителей беспокоит вопрос, в чем же собственно причина. Именно поэтому народные избранники решили задать его напрямую энергетикам. Но со слов последних, как таковой проблемы, особенно в центральной части города, они не заметили. Теперь родной график выдерживается четко по графику, даже выше графика, в пределах плюс 30%. Гидравлическая настройка, которая у нас была у нас построена, и она предполагает по 354-му постановлению, что в квартире должно быть 20 градусов, в угловых 22. Сегодня сколько мы уезжали на вызовы, особенно в той части, где мы сейчас находимся, ну, по крайней мере, мы ни разу не увидели ниже 24 градусов. Если люди хотят иметь дома 20-30 градусов, то тогда надо ставить температурные регуляторы в домах, и соответственно каждый может получать сколько-солько хочет. Что касается за рельсовой части, со слов директора Каннской ТЭЦ, большую часть проблемных вопросов уже решили. Температурный режим восстановлен, и остались лишь определенные нюансы, которые должны решиться до конца года. Идет режим налад. Те объемы по теплу, которые мы имели в виду и разрабатывали наш проект, не соответствуют тому, что было на ВХЗ. ВХЗ не имело приборов учета, и тот объем тепловой энергии, который мы высчитывали по тем домам, которые там существуют, он никак не соответствует тому, что было в проекте. Этот, так сказать, просчет сегодня устраняем. В связи с тем, мы дополнительно поставили насосные станции. На сегодняшний день, я так могу сказать, почти на 99% мы убрали все эти температурные риски. Но с тем, что температурный режим приведен в норму, многие не согласились. Например, в среднеспециальных учебных заведениях города регулярно наблюдаются проблемы. И по вопросу, что они замерзают, вот у меня на сегодняшний день, я посмотрела, сегодня со всех счетчиков сняли показания. У меня температура в аудиториях, в спортзале на сегодняшний день, 13 градусов. У меня два общежития, это 450 человек проживает. Поэтому, уходя из корпусов, они также замерзают в общежитие, жалобы от родителей, жалобы от Роспотребнадзора обращаются и прочее, прочее. Также у нас техникум разливых технологий сельского хозяйства. Вот у них филиал, где бывшая ПТУ 60, Константин Сергеевич, сегодня у него нет, он тоже говорил, что помещение холодное. Мы сейчас бросаем дополнительную литку на технику, потому что, еще раз повторяюсь, расчет, который нам дали по нагрузке по БХЗ, абсолютно не соответствует. Представьте, почти в два раза. Так а кто вам такой расчет дал? Все брали мы в администрации и на БХЗ. Технику мы знаем прекрасно, и этот вопрос мы сейчас... Кроме того, депутаты не согласились и с тем, что во всех квартирах температурный режим соблюдается, так как к ним ежедневно поступают жалобы от жителей о низких температурах. Я не знаю, как у вас одна жалоба, но у меня Эдемана 1, Эдемана 7А, 14, 16, 20. Энергетиков 3, дома вообще температура 16 градусов. Близко всем к этому, Эдемана 14, квартира 36, 40, 44, 48. Я лично не езжал в эти квартиры, почему что они находятся угловые, там вообще не то что проживать там, ну нереально. Люди греются электрообогревателем. Значит, давайте таким образом поступим. Все вот эти жалобы я готов принять, готов их консолидировать, проанализировать, выйти лично готов в любую квартиру, все посмотреть. Без проблем. Давайте вместе... Еще раз повторюсь. Ситуация в чем заключается? Что конкретно один холодный стояк не ответственность ресурсников. Это ответственность управляющих компаний. Хорошо. От жителей поступают к вам звонки по поводу того, чтобы заболевать в квартирах температурный режим. Не на все квартиры выезжают ваши специалисты, чтобы составить акт. В будущем что, какой-то перерасчет? Вы планируете перерасчет этим жителям, которые не нам подставили? Ну, все, что будет дезактировано и выявлено, наверное, нормативная температура, ну и промещение, конечно, да. Но, еще раз повторяю, такие шаги очень минимумы, и по тем актам мы сделали жителям черепа. Но, как оказалось, и с возможным перерасчетом есть ряд нюансов. Если жители и добьются его, не факт, что они смогут заметить в квитанциях значительное снижение итоговой суммы. Хотелось бы обратить то, что в 354-м написано, все слова перерасчет поднимают. Это в буквальном смысле, что резко снизится плата. В 354-м, в принципе, гласит так, что при отсутствии общедомового прибора учета, размер платы снижается, обращаю внимание, на 0,15% за каждый градус, за каждый час. Ну, все люди грамотные, если небольшую математику прибросите, то, в принципе, если платежка за отопление выходит 3000 рублей, это 720 часов в месяц, где месяц занимается 30 дней. Один час отопления стоит 4 рубля 17 копеек, исходя из этой платежки. 0,15% это 62 копейки. Ну, переведите в количество дней, часов, у кого, сколько была недопоставка. Поэтому, когда люди видят питанцы, условно говоря, 50 рублей, 70 рублей, 100 рублей, а мерзли они, условно говоря, неделю или 10 дней, не до поставки, конечно, это выводит в некоторый резонанс. Большой резонанс вызвало то, что при росте тарифа, по сути, в этом году многие жители заметили, что в их квартирах стало холоднее. Если раньше температура держалась в районе 24-26 градусов, сейчас еле доходит до нормы. Причем, напомним, из всего Красноярского края, только в столице региона и Каннский ЖКХ выросло вместо 9%, почти на 12. И объясняется это именно тем, что в этих городах проводят масштабные инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения. Но энергетики оказались непреклонны. Да, тариф будет расти, а температура будет в пределах нормы. Все в соответствии с законом. Человек платил за 20. Понимаете, норматив же подсчитан на 20. Ну 20, вот я не даю вопрос. А человек получал тепло 25, но платил за 20. Сейчас мы приводим к нормативу. Почему? Потому что, поверьте, любая температура, чем выше, тем больше сжигаем угля. Кто это представляет? А это деньги. И очень серьезно. И потому вот мы говорим, вот растут тарифы. А если сегодня будем говорить, что у нас перерасход, да? Мы же живем на то, что мы заработали, на то и живем. На то делаем ремонты, на то делаем какие-то инвестиции и так далее. Если мы будем приводить и считать по 25 градусов, цена будет еще выше. Если проводить какой-то срез, то основные тезисы встречи таковы. Наладка сетей в зарельсовой части продолжается, но львиная доля работы проделана. И до конца года должно быть все завершено. Во всех квартирах, где не соблюден температурный режим, будут составлены акты и сделан перерасчет. Но он станет незначительным. 20 градусов тепла и 22 в угловых комнатах – это законодательная норма, за которую жители платят по тарифу. И практически все получают ее в полном объеме в квартиры. Юлия Оленикова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.